Итак, дорогие друзья, мы с вами снова на даче, а Рекс на привязи. Ну, привязь большая, 10 метров почти, поэтому я думаю, что он не особо страдает. Сможет туда-сюда ходить. Периодически я его отвязываю, периодически он ничего не сшибает. Рекс, иди сюда, иди мой маленький, да, ну, ты сам виноват. Итак, перед тем, как я начну свой репортаж сегодня, я хочу сказать, что я съездил в магазин и добыл вот такие бошевские сверла для дерева. Причем я взял простые и взял профессиональные. Вот одну, посмотрю разницу, стоило ли. Так, и прежде чем начать дальше работать по замечательному наблюдению одного из наших подписчиков, давних, хороших подписчиков, он заметил, что здесь есть щель, и он наблюдал, хотя в ускоренном, что оно не подтянуло, а наоборот отодвинуло этот, этот швеллер, да. И сейчас я сначала хочу это все повытаскивать, потом здесь рассверлить перышком, и дальше заглубить, и затянуть уже посерьезнее, чтобы притянуло. Да, вот видите. А я еще удивился, думаю, почему у меня пол вроде ровный. Ну, ладно, сейчас начнем. Ну, сейчас попробуем воспользоваться советом нашего друга тоже, использовать, экономить силы, и использовать для откручиваемых шуруповертов. Я не знаю, дело в том, что, все-таки аккумуляторный, слабенький, не потянет, не потянет, сейчас посмотрим. Ага, ну. Слабый или не слабый, аккумулятор надо составлять. Вот так. Ну, давайте посмотрим. Да. Все работает. Тут нет. Тут крепко засело. Еще раз. Все, мы его сделаем. Так, хорошо. Ну, что, теперь все нормально? Да? Ну, хорошо. Так, ладно, приступим к следующему этапу. Ну, здорово. Я понимаю, что это зеленое насаждение, но оно ничего не приносит, это просто какой-то деревце. Поэтому, ну, пойдет крутить, крутил, делай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот тут у нас грязноватенькое место, особенно в дождь. Собирается небольшая лужица и приходится пачкать обувь. Сейчас мы это исправим. Субтитры сделал DimaTorzok Но, как говорится, не ходит она в садик противный. Соседи ушли, Лекса отрезали. Теперь вы понимаете, что он у меня только тогда, когда соседи здесь. А так, мы же с ним гуляем без поводка. Так, ну, мне остался последний штрих в этой лесоплывальческой эпопее. Надо спилить вот то дерево. Дерево обрубка. Чтобы уже печать, да ничего нам не решало. Чтобы с этой стороны погрызть немножко, собака. Глядишь, веселее пошло. Уйди. Ну, смотри, да. Ну, уж очень много сил потрачено на лесоплывальные работы. И, к тому же, вы видите, солнце занесло. Сегодня, по идее, по прогнозу погода дождь. Но я не буду его дожидаться. Лучше мы с вами в следующий солнечный день придем. И начнем дальше строить. Окей? Ну, всего вам доброго. Пока.